Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и впереди вас ждёт новый FFA-сериал в мире шестой Цивы. Я играю за Индию, а необычность этого сериала заключается в карте, на которой будет происходить битва цивилизаций. Это новая карта, которая появилась после последнего патча, называется Шестиугольная снежинка, и её особенность в том, что у всех участников абсолютно равные места. Карта представляет собой центр, от которой есть такие отростки длинные. Так вот эти отростки, они абсолютно одинаковы по размещенным на них ресурсах, местности и так далее. То есть здесь сетовать на место расположения не придётся. Города государства также есть, но сразу их найти невозможно. Они находятся на островах, то есть надо будет сначала построить морские юниты, а потом уже встретите город-государство. Как всегда, всё общение происходит голосом, приват тут запрещен. И прошу вас воздержаться от бессодержательных спойлеров и от оскорблений участников. На этом всё. Приятного вам просмотра. Раза три играл за Испанию, и у меня всегда столица находилась в одной-двух клетках от другого континента. Интересный. У меня то же самое было, когда меня вынесли там. Да, но карту все себе представляют, как она выглядит. Это такой паук, типа, в середине центра, и к нему шесть ножек. Или в центре чудо, или два. Да, ресурсы есть. То есть имеет смысл... Выносим того, кто ставит в центре. Так в центре никто не сможет поставить. Все рождаются на кончиках этих лапок и постепенно к центру. И всегда гора в трёх клетках от стартового положения. Кстати, да. Ну, а море, соответственно, в двух. Ну, в моём случае нет. Или ты имеешь в виду, что на вторую клетку море? Ну да, на вторую клетку море. Тогда да. А по роскоши как у вас? И всегда один какой-то ресурс во втором радиусе роскоши, да? Да, так в общем, да. Я ещё не загрузился. А ты скорость игры не поставил, да? Почему не поставил? Сетевая. 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 А, о, терпясь. Ладно. Рекомендации для изучения вы появились зачем-то. Ну, ты же не знал, что изучать. Ресурсы. Су, табак или у всех разный? Я просто вот раза три карту загружал, у меня бы всегда табак был. У меня краситель. А, краситель. Табак. Красители. Ну, я так понимаю, три красителя, а три табака, да? Похоже на то. Видимо, уникальный, ближе к центру. Слушайте, а может сразу начать с монумента, чтобы первым взять пантеон на Кромлихе? Да, нафига мне тут пантеон на Кромлихе? Карточку маневр понерфили. Терену 50 дает процентов, а не сотню. В почтноке писали про это все. Нет, они написали, что просто... Давайте начнем с животноводства пока. А вот на кораблике оставили сотню зачем-то. Мало кто кораблики строит. Не, ну, по идее, мы сейчас будем разделены водой, так что тут много кто будет корабли строить. Нет, тут идея в том, что лошадей просто не все могут построить. У тебя нет, например, лошадей, да? И ты их не можешь построить. А у кого-то есть, и он еще плюс 100% к этому имеет. Обалдеть. А корабли все могут строить? А тут лошади, по-моему, тоже у всех, да? У всех лошадей? На этой карте, да. Но тут, по идее, лошади и железо должно быть у всех. Там железо, получается, только ближе ко второму бороду. Ну, где-то в районе гор. Очень интересно, сразу варвары появляются, как-то не дают особо сразу к центру подойти. То есть, тут надо вначале... То есть, тут чем интересна эта карта, что ты не будешь ни с кем вначале конфликтовать. Хотя бы. То есть, не будет кто-то, не ставь под меня город, ну все, у меня некуда развиваться. Кота, кота, блин, кота выпустила тут. Закрылся тут, и кот уже сразу... Как только закрываешься, коту сразу надо выйти. Сразу. До этого ему пофиг было. О, а вот и варвары. Сразу. Ну, я... Два раза, в принципе, бьешь варваров и получаешь уровень. Так что можно начинать с атаки на варваров. Не буду я тут нежиться с ними. Хоть мы и на императоре играем, как бы они там бонусы... О, он меня начал атаковать, а не я его. Так, скаут куда-то туда побежал, это хорошо. Так. Давайте все-таки монумент. Я не думаю... Наконец-то добавили это опощение, когда расширится твоя граница и какую конкретно клетку возьмет. Да, счастье. А то я бы сейчас потратил деньги на нее. Не знаю, ну, атаковать, не атаковать... Ну, в принципе, нормально. Сейчас у меня повышение будет. Только не знаю, брать мне повышение или убить лучше этого варвара. А лучше убью, наверное. Чтоб не появилось больше тут никого. Отлично. Вот место для города, да? Тут место для города. В принципе, можно после монумента сразу начинать строить посела. Так, а что там у Индии вообще прикольного? О, колодцы офигенные. И слоны еще есть. Получают бонусы верований в городе от каждой религии. О, то есть несите мне свою религию. А ступенчатый колодец плюс одна пища и плюс одна жилья и плюс одна вера, если по сравнению со священным местом. Технология орошения. Надо будет открыть орошение. Так, но пока продолжим горное дело. Так, теперь можно и взять промоушен. Что-то как-то притормаживает у меня почему-то такое ощущение. Так, появились, появился лагерь, блин. Надо туда возвращаться. Потому что больно будет. Если отсюда скаут прибежит, вернется и будет очень больно биться. Теперь, кстати, будут восклицательные знаки над теми скаутами, которые показывают. Ну, кстати, похоже, тут абсолютно одинаковые вот эти отростки. Все-таки. Надо только посмотреть, как оно генерируется в плане местности. Но вот я вижу тут такая, как бы, речка с озерцом. Было и в прошлых моих играх. Это не визитка, которая создает право. У меня тут вообще какой-то абсурд. Тундра граничит с пустыней. У вас тоже есть офигенное место под Петро и город? Да, она, по-моему, всегда есть. То есть она уже ближе к тому месту, где соединяется с центром. Блин. Это плохо. Если Петро заражит, то ты молодец. Ну, тут не прямо уж офигенное место. Тут же... Там шесть холмов. Ну, окей, офигенное место. Когда ты находишься в пустыне, прекратите. ДИГИНЬ. Что-то там. Побежал скаут сообщать. Ну, вот фига, тут он появился, блин. Хрень. Ладно, давайте... Ммм, блин. Или все-таки юнитов поднастроить. Давайте одному прачника я все-таки построю. Уже сообщил лагерю, сейчас начнется спам юнитов ко мне. Собственно, главное, города поставить в эту сторону. Смотрите, что у нас с ресурсами роскоши? Как-то нету деревня я не нашел. Все так неудачливы? Да. Да, у меня тоже нету. А может тут их и нет? Да, может и не быть. Я вспоминаю, я исследовал где-то вдоль одной вот этой... Ну, полоски, понимаете, да? От одного конца до другого. И ни одной не находил. Ну, по идее, они тут максимально сделали, чтобы были равные условия. Типа такого. Мы можем даже ради интереса, когда все откроют свою отростку, и посчитать, сколько у кого ресурсов. Но почему-то кажется, что будет тупо одинаково. Чпок. Ну, я, наверное, первый город где-то здесь поставлю. Раз, два, три, четыре, пять. Либо тут, либо тут. Можно, в принципе, и на холме, чтобы никто не захватил его тут, на холме, можно тогда. Кстати, это интересная идея. Я думал, что клей должен чувствовать себя счастливым в хорошем поттере. Отлично. Все, и надо там стоять просто тупо, чтобы не генерировались. Ну, кстати, по ресурсам роскоши я у себя вижу только два ресурса роскоши на всю длину. Один из них в трех экземплярах, а другой в одном. Я вот вижу второй лагерь варваров через одну клетку от моей границы. И вообще я никуда не могу из этого уйти. А ты юниты решил мне строить, да? Я их строю. Ну, просто сначала с одной стороны. Рядом со мной есть также три ресурса табака, а уже на Пангея, но типа в центре, я вижу три разных ресурса роскоши. Алмаз, кварц и слоны. А еще не сами, что там у кого как. Ну, взять, может, рыбацкие лодки. Я возьму производство от рыбацких лодок. Ну, что, вы прям начали спарнить этих скаутов. Да, у меня один успел добежать ко мне. А я уже два лагеря снес. Ну, я тоже два лагеря снес. Тем не менее, один успел добежать ко мне. Так, давайте думать, все-таки где ставить. Я хочу здесь поставить на этот холм, а тут поставить на этот холм. По-моему, это лучшее будет месторасположение. Потом здесь надо будет на речку поставить. Наверное, вот тут. Это позитивный аспект трейда, я думаю. Мир становится вместе. Морских юнитов древнего мира и античности. Ну, давайте, наверное, теперь производство во всех городах поставлю. Видите, быстрее на один ход. Стало и... Ну, в принципе, мне мистицизм нафиг нужен, а нужна политическая философия. Нужна. А вот и первое чудо. Оно в центре есть. Ну и какой? Я там, помню, было Килиманджаро, когда я запускал, и... Барьерный риф. И такой... А вот я один раз играл, барьерный риф был около отростка одного, а не в центре. Так что, как минимум, чудеса по-разному находятся. Вот третий лагерь. Так, пожалуй, тут постою. В общем, заняли вот эти места, чтобы пойти сюда основать города. Так, что у меня тут с производством? Вообще, надо бы... После этого поселенца лучше... Мне кажется, рабочего построить. И, наверное, второй город вот тут поставить, а третий уже тут. Стратегии стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран мира оффлайн и абсолютно бесплатно, всегда здорово. Да, я снова перешел к рекламе Двагис. Заходите на сайт двагис.ру и скачивайте карту нужного вам города. Двагис, если быть точным. Ну и надо открыть создание рыбацких лодок, все-таки производство будет давать мне это дело. Так, пока в защиту, в защиту. Звук был... А, вот лагерь появился. Вот этот звук означает, что где-то появляется лагерь. Знаете, я хочу, пожалуй, отойти сюда. Надо вот эту клетку засвечивать, а то может и тут лагерь появится. У нас тут и так скаут стоит, все засвечивает. Так что не будем поддаваться. Интересно, когда мы все города к центру поставим, как у нас там дипломатия пойдет. Надо к центру еще вести фиг знает сколько. У нас свой участок надо еще... Начинал с варварами разобраться. Я веду сразу к центру. Сразу в центр второй город поставлю. Ну что, как с Калецким будем дальше работать, господа? Тут полно заявка. Чего, Сириус? Ну, я чувствую, тебя тоже надо будет сходу выносить. Почему? Ну, почему не? У меня меньше всех по-дельски часов. У меня тут меньше всех часов в циве, кстати. Надо выносить... По-моему, пол Саныч, что ли? Не, у кого-то Джоэл, у тебя там 200, а с чем-то. Вооо, это вот другое дело. А, ну да, на холме. Если я ставлю на холме, то становится меньше... Да, я и забыл, что нету доступа к пресной воде. Блин, ну на берегу ставить, я боюсь, что тогда город можно захватывать вообще кораблями. Блин, так надо сюда везти. Раз уж на берегу ставить. Сюда и, видимо, сюда. Так, давайте рабочего. Ну, строителя в смысле. Или поселенцев. Блин, потом уже будем... Я лучше возьму на рабочих плюс. Да, вот при создании на 30% увеличивается. Буду уже тогда строить. Три. Ну, четвертый город точно можно будет не на море ставить, а просто на речке. Так, скаут, по идее, не должен его захватить. Так, хорошо, не исследовали. Мореходство, построите город на... О, я как раз построю, так что можно открывать. Построю, и надо будет рабочими рыбацкие лодки. Не забывать фигачить. Тут нормально будет. Тут я и гавань смогу построить, и дотянусь до крабов. Крабов. Ну, здесь, конечно, сейчас меня подгадит скаут. Он сюда встанет, и у меня потеряет ход. Поселенец. Чего не хотелось бы, конечно же. Так, здесь вообще имеет смысл водяную мельницу построить. Правда, я ее не открыл еще. Видите, появились рекомендации по строительству. Вы слышите, даже... А центральный участок тоже маленький? Я чуть не понимаю. Ну, он небольшой. Просто прям в шаговой доступности три чуда. Ну, вставь город быстрее там. Без крафтсмэншипа. Инспирация – это просто рейд, шейканый в воздухе. Привет, я поняла. Сменю. Привет. Привет. И производство юнитов, и производство... Строителей. Так. Что, на лодке кто-то спер панте он уже, да? И сразу здесь давайте строители построим. Ну, табак у всех был, все в равных условиях были. У меня не было табака. У меня тоже табака не было. И нету. Пряности, по-моему, пожирнее дают. Слукань там, три пищи. И... Да, нет, в смысле, веру дает, чтобы он пантон основать. А, ты к этому. А, плюс две пищи, пряности. Так, проатаковали. Отвязываем поселенца, ставим просто тут город. Под дуболомом атакуем скаута. Здесь у нас у разведчиков ап. Пускай бегает по лесам быстрее. Так, в агре. Монумент. Так, тут строители достроены. Продолжу поселенца строить. Хотя... Может подождать, когда... Борьба чею тут будет просто нехилая. Тут все чудеса в пятиклетках друг от друга расположены. Уже четыре. Ну, вон я цинжи забираю, короче. Ну, я Килиманджаро тогда. А я... А что забираю я? Забирай, как ведь, хороший пантеон. А что там дает Килиманджаро? На оку вокруг себя? Еду в двойную. А, двойную еду. А барьерный риф? Непонятно. Не, нафиг. Пускай сам меня атакует. Ему надо, пускай атакует. Ну, я не думаю, что... Скаут принесет свою инфу. Вернется. В общем, я семь ходов буду сейчас строить чисто... Строителей. Ну, и можно юнитов, кстати. С другой стороны, нафига? Если никто не может все равно... Ну, просто будут скауты. Три еды и две науки. Ну, риф крутой. Вокруг себя, да? Не сам, а вокруг себя. Нет, сам именно. Ну, тогда ладно. Это не очень круто, в принципе. Тут, учитывая, что науку можно получить альтернативным путем. Через какие-нибудь тоже ресурсы редкие. Да, я смотрю, тут специально горы так расположены, чтобы кампус по максимуму давали. Весел зла отчима и венчима... Блин. Тебильный скаут. Так. Верховая езда. Можно моих слонов будет строить. Обработка бронзы. Откроем железо, давайте. Строитель трехода. Ну, вот еще двух строителей можно поставить. Скаутам дается очки опыта. Нечуть не помню. А, за исследование территории. В принципе, за открытие любых клеток. Да. За деревни, чудеса, по-моему. Да. Новый континент еще. Дальше, континент. За чудеса, вот, блин, открываешь скаутом, реально можно сразу уровень получить, по-моему. Это не скаут, это он просто пришел, так что может тут у агры сколько угодно ходить. Надо где-то и святое место, конечно, построить. Надеюсь, скаут сюда не прыгнет, потому что я, по-моему, туда не смогу его. Хотя, по-моему, прыгай тут. Когда город через речку, юнит может прыгнуть, и я смогу убить этого скаута. По-моему. Кстати, вот интересно, там никто еще ничего не вырубал у себя в местности. Они починили... Как его... Вырубку в зависимости от скорости. Да, она стала 11, то есть еще меньше, чем... Так, сменяем на производство... Что-то раньше открылось, почему-то. Ну, неважно, сменяем на производство поселенца. Этот достроится, и... Начнем поселенца строить. Так. Все классненько пока. Сразу два поселенца. Сюда поставим, потом сюда поставим. Тут надо будет город ставить. Как раз такой... На проходе. Я срежу тут еще так специально сделано, что можно город на проходе так поставить, чтобы... Ну, без взятия этого города нельзя было... Наземными юнитами пробраться. Ну, можно переплыть. Ну, переплыть, да. А КГ-шек тоже нету? Есть. Не, КГ-шки есть. Я их, правда, не находил, но КГ-шки есть. Но я вот, наверное, даже вижу границы одной. Они по островам как-то тут. Да, они на островах. Тебе надо... Чтобы их найти, надо построить... Морской юнит. Я уже две нашел, ни одного москового юнитета не построил. Стоит ли сейчас эти колодцы строить? Просто тут могут быть районы. Я еще не решил, где мне эти районы строить. Пойдем лучше к Агре. О, вот это скаут плохо. Сейчас пойдут юниты на Агру. Надо два поселенца в Дели построить и... Юниты начинать. Иначе от варваров не отобьемся. Так, тут у нас что? Лук. Леса, краситель. Леса можно удалить. Утолить. Я тоже интересен в создании последнего лагеря. Потому что бронзи будет последствия тысячи. Кстати, когда город рядом с лагерем ставишь, оказывается, он защищает укрепление это варварское. Пять и так же было. Мне предлагают тут или тут поставить. Но я хочу тут. Привет, Индия. О, здорово. А сколько делегаций тут стоит уже? Вроде 10 были, нет. Так, давайте-ка верховую езду. Остали сколько стоить? Ну, а сейчас у меня 20 золотых, и я не могу вам послать почему-то делегации. Ну, и нафиг надо. Трайдер, да, стоит 10 золота. Кто слева от Кельманджаро? Выйди, познакомимся. Убежь, скал. Убежь, скал. Ой, оберкос. Что? Скал, то убежь, убегать. Сейчас надо лучше на крабах рыбацкую лодку сделать. Он у меня сам полубитый. Как я его убил? Во, блин, не обработал. Убрал лес. А эту не обработал. Вот дебил. Так. Давайте военную традицию откроем для начала. Я тогда смогу переключиться на строительство этих ворунок. Кстати, что у нас за... Какие у них особенности? Уникальные индийские нитантичности, замещающие всадника. Минус 5 к боевой мощи всем соседним вражеским юнитам. Ну, неплохо. И вообще у него 40. Содержание 3. А у того, кого он заменяет... Так. 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 американец ты мне поселенцев не будешь захватывать у меня просто скаутом хожу тут и все скажи я обещаю не захватывать у тебя поселенцев клянусь всем цветами не буду захватывать поселенца ладно на библию ты клал когда эту клятву произносил давайте пока так я хочу открыть конкретно когда меняет поселение с последней построится а чё ты исследуешь американец тяж все то же самое что у меня следить за твоим прогрессом например то есть надо убивать тебя все таки все ты прошу твой скаут теперь не не выйдет отсюда значит корабль строение дождусь производство от рыбацких лодок круто так слушайте деньги есть может мне купить что-нибудь за деньги то придут монумент купить или купить галеру точно и по открывать города государства еще хочу напомнить что продолжается набор в корпоративный университет алабуга там на работу требуются стратегии да да такие люди как вы которые играют стратегии и любят стратегии за подробностями отправляю вас к моему видео который вы сейчас видите внизу посередине просто кликните на него и вас перенесет к видео либо и перейдите на главную страницу моего канала там видео о наборе в корпоративный университет в самом верху блин под лучников стал я уже отойти не могу а вот и стонгольм о я его первый нашел круто вам француза вижу так привет америкос америкос привет эспаньоль надо красители все-таки обработать а то счастье не будет продолжим военную традицию открывать два хода на один ход переключимся куда-нибудь в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Этого мы сюда проведем, а этот город будет сюда остановиться... Э, испанцы я вижу... То есть кто-то нашел Занзибар, но не нашел Стокгольм и Преслов... Круто... Преслов вообще в тему юниты можно строить... Давайте-ка я и в агре куплю... Галеру... Да, кстати, а что хотят города-государства Преслов... Военный лагерь... Военный лагерь... Зарение для инженерного дела... Где это инженерное дело у нас... Нет, скажите, а зрение это значит... Древние стены надо построить... Ну, тоже можно... Особенно вот... В этом городе, который вот тут будет... Так, меняем политический курс... Производство кавалерии и... Строителей... Так... Сейчас мы построим... Вару... Француз, давай ты не будешь портить отношения наше... Будущее... Портить будущее и главное отношения... Да... Так, счастье должно вернуться... Это кто говорит? Это говорит твой друг-испанец... Который ты хочешь взять лагерь... Который он честно защищал... Защищал... Бери лагерь... Кто-нибудь еще нашел... Сеул и Буэнос-Айрес... Ну, ты же проверить всегда можешь... Ну, я нашел первым, поэтому... Я не скажу... Все понятно с тобой, француз... Ты видишь, это француз, а не американец... У них такие одинаковые цвета... Не, да... Это француз такой... Стыл лагерь... Извини... Извини... Ну, если денюжку-то не вернешь, то извиню... Ну... Как бы ты Димир взял бы лазить? Как бы ты Димир взял бы лазить? Ха-ха-ха... Не будем... Не знаю... Так, Димир рекомендует... Ну, вот тут... Я вот тут и хочу вставить... Так, что у нас тут... С лучниками... С лучниками плохо... Ладно, придется пока постоять просто тут... А сколько обычно кампусовые проекты дают очков великих людей? Ну, одно... Все... Районы дают одно очко... Проекты! А, проекты... Вот это интересный вопрос... Мне бы самому хотелось знать... Ну, там, на самом деле, по-моему, уже от эры зависит... Поначалу, наверное, очков по 15... А потом-то и по 50, наверное... Самый великий человек... 30 стоит... 15 очков дают? Ну, я примерно тебе говорю... А что, какой-то классный ученый, что ли? Всякая библиотеки дают... А, ну, это классный ученый, да... Блин, я вот французского разведчика видел уже... У нас походов... Только сейчас я тебе с ним поздоровался... Блин, я тебе... Интересно, вот мне было любопытно... Как считается, скауты варварские просто к границам должны подойти или реально увидеть город? Вот сейчас посмотрю... Тут пришел скаут варварский... Он, по идее, моего города не должен видеть, потому что холмы... И от скаута начать мигать иконка восклицательный знак... Это означает, что она... Ну, это я в курсе... Как раз я хочу узнать, когда именно это происходит... Ну, у меня она замигала, когда он подошел в платную к городу... Ну, у меня когда увидел эти две клетки... Ну, у меня равнины тут... Я думаю, у всех равнины... Надо, наверное, проплыть сюда, посмотреть, что там... Блин, ну, варварские лагеря тут довольно часто появляются... Такое... Юнитов они спамят даже... Несмотря на то, что как бы считается, что варвар не... Скаут не видел моего города... Холмы... Блин, и не убил... А-а-а... Как бы не убили мы его... Знаете, что, лучше сюда пройду... Вот так... Следующим уходом убью этого дуболома, а потом встану и поставлю город... Вот так вот... Ясно? Обманем всех... Ага, значит, американец у нас на десять с половиной часов... Испанец от меня на следующем отростке... Ну, в общем, ты и испанец, соседи мои... Тут сложно вообще считать, кто чей сосед на самом деле... Ну, по отросткам это видно... Я уже вижу город Кардобу... Слушай, интересно, а между нами вообще есть города-государства? На островах, папа... Так они на островах, я вот ниже себя их нашел... А выше не вижу... Ну, блин, ну что это за говно такое? У меня одна упиралась в испанца уже... Блин... Хоть ты тут город ставь... Ну, ё-моё... Так, где там мой слон? По два хода? Так, я на дорогу, в общем, из Мадурая... В столицу... Еще слоны, еще слоны... С варварами надо разбираться... Ну, это какой-то трындец начинается... Так, давайте капнемся... Этого поставим в защиту... Так, торговцы я тут сделал... Вот тут мне надо будет... Акведук... Кстати, построить... То же самое касается Мадурая на месте овец... Так что овец, наверное, можно не обрабатывать... Строители, давай... Блин... Ну да, вообще пускай строители... Ломанулись все вот сюда, именно... То есть, блин... Никого не было... Все все равно сюда ломанулись... Как насчет договора какого-нибудь... А кто это сказал? Испанец, свой сосед... Например... Ну, например... Не воевать... До какого-то хода... Там... Не воевать... До какого-то хода... До какого-то... Хочешь... Ну, мне без разницы... Ну, давай до 250... Да, улетим уже... Да, это сон-то... Давай... Окей... Окей... Все протоковали... Убережу... Мы можем продлить... Твари... Ну, что... Договорились? Да... Так... Ну, что... Что взять? Античная... Слушай, а действительно... Даже больше очков, наверное... Давайте олигархи... Штука 18 за этот проект... Великие полководцы... Наверное, пока не надо... Давайте... Производство... Содержание юнитов... Давайте, наверное, уменьшим содержание юнитов... У меня их сейчас будет много... Блин, не туда... Ну, ладно... В общем, могу и так в Мадурай кинуть... Пускай... Пускай отъедается столица... Тут без разницы... Что из Дели... Что из Мадурая... Ну, вот что делать, а? Этот... Твари... Вот тут встали обязательно... Именно тут им надо... Ох... Маликанц... А куда твой посел делался? Ты жёл... Около... 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 Алмазов хотел поставить в город... Ты куда-то дальше уйдёшь? Ну, Килиманджаро... Как я изначально говорил... Ты не боишься то, что там кто-то... На 9 часов... Будет против? Думаю... Уживёмся как-нибудь... Да нет, буду тогда воевать с тобой... Если ты на мою территорию ставишь... Просто... Явно не твоё... Ты мог как-нибудь мирно поставить... Допустим... Выше гипса... И получить часть клеток Килиманджаро... Либо на гипсе... В крайнем случае... А, всё ради... Оно не моё... Тогда чё тут моё? Это для каждого чуда... Здесь чудо получается... Всего три чуда, кстати... Сколько? Четыре... Так... Кто ещё? Великих пророк... Килиманджаро... Вот эта вот хрень... Цинжи Дубумряха... Давайте, наверное, попробуем религию получить... Барьерный риф и ещё что... Голополоски острова... Угу... Так... Кого такое... Чудо? Не скажу... Тяжело-легко-карея... Плюс пять... Это... Наверное, что надо... Да, ты догадливый, Серёв... Интуиция... Так... Ну, по идее, я должен убить... И моего не убьют в ответ... Отлично... Офигеть! Город, который поставлен был... Рядом с барьерным рифом... Который, по сути, проходим... И фактически считается на побережье... Мне не дал плюс одно довольство... То есть три довольства я не получил... Но при этом... У меня ускорилась технология... Которая... Ну, мореходство... Которое требует город на воде... Я не понял... Одовольство за что ты должен был получить... Ну, что, что город на побережье... То есть, когда на побережье ставишь... Должно быть три... Я поставил, у меня было два... Почему ты ставишь город на побережье... Три довольства... Не понял... Ну, это вообще... Всегда так... Может быть, воды... Может, ты про жилье говоришь? Ну, уже... Фу, жилье, да, жилье... А, ну... А стало сколько? Два? А, да... Стало два... Как будто поставил вообще без ничего... Ты на побережье поставил, да? Да... Которого является рифом... Так, может, они не считаются побережьем? Нет, они проходили... И мы... И у меня тихо ускорилось... Которое требует... Ну, подожди, ну... Тебе же... Фу, ты тут жилье дают... Не затихи... Не за... Кто же где ты ставишь... А сколько там... Песные воды... Посчитается... Вот как тебе... Показывала... Ну, я не смотрела... Тут стал... Места... А кто-нибудь знает, зачем на технологии навигации по звездам написано, что она позволяет ловить рыбу? Я не понял... Есть технология навигации по звездам, на нее наводишь написано, что позволяет торговцам грузиться на корабли и позволяет ловить рыбу. Это собрать урожай рыбы... То есть ты получаешь еду в свой город. Ага... Все, понял... Все... 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 сколько скаутов наплодили эти варвары ох уж эти варвары военный лагерь хотят так что у меня тут в городом вот тут поставить железо надо обработать бананами я не хочу вырубать тут эти леса тропические потому что они дают бону в тут надо вырубить вот он будет кампус стоять а больше нигде не надо обалденно вот тут не будет ставить ага тут еще варвары она поплывет поплывем сюда эти вару требуют довольно много расходов на себя 3 золото расход зато они сильные с ними еще одного построю пока хватит довольство есть жилье есть еще надо серебро вот это обработать значит хотелось бы тут город поставить еще тут наверное пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры а продолжение смотрите скорее всего завтра спасибо что засорили до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы зарели до конца видим она вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры